Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о том, как мы купили розу в светофоре и что из нее получилось. Приехали в этот магазин и не смогли пройти мимо. Тщательно стали выбирать кустик розы для того, чтобы попробовать ее вырастить. Дело в том, что это наш первый опыт и, конечно же, он самый волнительный. Нас привлекла чисто символическая цена в 200-250 рублей. При выборе розы мы руководствовались тем, что она выглядела довольно-таки живенькой. И восковое покрытие было не нарушено. Изначально мы положили розу в холодильник для того, чтобы там она дождалась своего часа. Но, поинтересовавшись у своей знакомой, мы узнали, что розы лучше переносят время до посадки в почве. Поспешили обрезать пятилитровку и закопали розу до места прививки. Сами того не ожидая, через некоторое время увидели, что созрел бутон. Причем бутон был вообще красного цвета. Само собой, мы не ожидали развития событий таким образом. Наша подруга подсказала нам, что как только роза откроется, ее необходимо срезать. Для того, чтобы она не отдавала силы на цветение, а продолжала поддерживать корневую систему. В дальнейшем мы собираемся пересаживать ее к себе на дачу и смотреть за ее развитием. Поэтому обязательно выйдет вторая часть, прижилась, не прижилась, перезимовала и так далее. Я покажу вам целый цикл выращивания розы. Мой первый опыт. В заключении хочу сказать, что сама роза достигла почти 6 сантиметров. Но у меня возник вопрос. Является ли эта роза действительно той, которая указана на упаковке? Или же это другой вид? И светофор допустил пересортицу. Я воспользовалась всемирной паутиной и нашла, что возможно это роза Альбрехдюрер. Если это какая-то другая роза и вы знаете, что это за сорт, пожалуйста, подскажите мне. Потому что меня мучают сомнения. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!